Женщины в нашей стране выходят на пенсию раньше, а живут дольше, чем мужчины. Подробнее об этом, а также о других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Первые нарушители Роскомнадзора вынес предупреждение в адрес сразу шести средств массовой информации. В их число вошли газеты РБК, петербургский сайт Ленуиздат, а также еще несколько информационных порталов. Поводом для подобного наказания стали недавние рекомендации Роскомнадзора воздержаться от публикаций и демонстраций карикатур, печатающихся во французской газете «Шарли и Бдо». Такого рода фото в России могут быть расценены как оскорбительные или унижающие достоинства религиозных конфессий и объединений и повлечь за собой разжигание национальной розни. Напомним, что поводом для приостановления деятельности СМИ может стать два предупреждения Роскомнадзора в адресе зданий, газет или телевидения. Женщины пересчитают пенсию. Министерство труда и социальной защиты страны разработало новую методику расчета накопительной части государственной выплаты. Предложено сделать пенсии мужчин на 20% выше, чем женщинам. По мнению специалистов, связано это с тем, что последние в России выходят на заслуженный отдых раньше, а живут дольше, чем мужчины. Согласно новой методике, период выплат у представительниц прекрасного пола больше почти на 50 месяцев. Новая формула позволит сократить потребность средств на выплаты тем пенсионерам, которые прожили дольше прогнозных значений. А также уже к 2040 году будут сэкономлены более 5 миллиардов рублей, а к 2050 почти 125 миллиардов бюджетных средств. Запрет на ввоз украинской соли. Роспотребнадзор ввел ограничение на поставку товара первой необходимости. Такой запрет санитарная служба была вынуждена ввести из-за выявленных специалистами несоответствий требований по содержанию различных примесей и йода в продукте. Ограничения вступят в силу с 26 января и будут иметь временный характер. Напомним, что доля артем соли производства Украины на российском рынке составляет почти 24%. Минсельхозе заверили, что ситуация на рынке соли в России стабильная и введенный запрет не повлияет на стоимость продукта.